Вас приветствует YouTube канал Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы поговорим, как выращивать помидоры. Культура, конечно, всем знакомая. Помидор существует очень много сортов. Сейчас около 5000 сортов известны уже по помидорах. Поэтому выбор очень большой. Давайте разберемся, какую технологию соблюдаю я и так и делаете. Такая технология ли у вас? Если что-то вы не дорабатываете, вы будете знать. Если вы где-то делаете лучше, значит, молодцы. Значит, первое, что самое важное, я считаю, выращивание помидоров. Самое важное выращивание помидоров – подобрать правильный грунт. То есть он должен быть рыхлый грунт. И правильный грунт, я уже определился с правильным грунтом, я беру, покупаю готовые грунты. Почему готовый грунт? Потому что этот грунт сделан из всех мест, земля там заготовлена в окружках, где никогда не росли воршные культуры. Значит, занести риск болезни и вредителей на участок очень-очень малый. Поэтому такой грунт я использую для посева. Но обязательно перед тем, как сделать любой грунт, я еще добавляю компоненты. Два самых важных компонента, которые вы необходимы добавить в грунт при выращивании помидор. Первый – это добавить доломитовую муку или мел. Второй компонент, что вы должны добавить, это фосфорное удобрение. Это может быть аммофоз, это может быть суперфосфат. Почему? Эти два компонента, они очень важны для развития корневой системы. Они стимулируют развитие корневой системы, а хорошие корни, здоровая основа, значит, будет хорошая рассада. Вам надо будет меньше прибегать к подкоркам. Почему эти самые надо их вносить вначале? Потому что растения, значит, уже усваивают элементы из этих компонентов в самом начале роста, буквально уже на третий-четвертый день. Потом уже вносить даже под наши растения, под рассаду, это как бы уже не всегда и успеешь, и уже не всегда дает эффект. Далее, семена помидоров, сами знаете, что сходят очень быстро. Если температура более 25 градусов, сходы появляются уже на пятый день. Если температура 22-25 градусов, сходы появятся на 8-9 день. Замачивать помидоры можно, просто в водичке, простимулировать, чтобы их прорастание. Температура воды 50 градусов. Замочили на 10 минут, подсушили и высевайте помидоры. Как мы будем съесть помидоры? Вот опять же, помидоры мы выбираем в разные емкости. Я потом расскажу по емкостях. Значит, что по емкостях? Если вы знаете, что вы как-то не можете определить, заливаете вы растение или не заливаете, значит, можно взять мелкую емкость. Берем мелкую емкость, которая такая мелкая емкость. Там вы сможете контролировать степень полива. Не волнуйтесь, что там мало земли, стой будет составить всего лишь 2-2,5 сантиметра. Помидорам это хватит. Помидоры, эта культура быстро растущая и уже через 20 дней где-то они будут рассаживаться. Дальше. Помидоры мы сеем так вот, сеем родочками. Многие делают большую ошибку. Схожесть помидора обычно хорошая. Вот если и свои семена, и покупные семена, хорошая схожесть. Не надо сеять густо. Помидор от помидора. Мы делаем по крайней мере 3 сантиметра между родочками и в родочке мы ложим помидоры и семянышко 1 сантиметр по 1 сантиметру друг от друга. Если у вас есть разные сорта или у вас потом будет мало времени, значит я советую посеять помидоры в какой-то стаканчике. Посеять стаканчик, но сеять там например не родочками, можете в разброс 10 семян. Посеять 10 семян один стаканчик, 10 семян другой стаканчик. Что-то даст. Даже помидоры загустятся может быть потом. Сходы будут загустоватые, но их можно раздвинуть. Поэтому как бы им будет хватать света, им будет хватать места. И вы будете иметь хорошую рассаду. Посеяли помидоры, взяли полили водичкой и накрыли пленочкой. Накрыли пленочкой. Ставим как можно ближе к теплу. Где у вас батарея? Есть возможность на батарею? Ставим на батарею. Вот и нету возможности. Значит ставим где-то какую-то буреточку возле батареи и ставим, чтобы хоть бачок грело. Это только будет благоприятствовать скорейшим всходом помидор. Ну взошли помидорки наши, появились, а вот тут уже отодвигайте от батареи. Ставьте на подоконник, их ближе к стеклу, ближе к свету. Чвет вдобавок и низкая температура, холод который будет тянуть от стекла, их тормознет. Они станут, наши помидоры могут даже поминать окраску. Из зеленых стать красными, красновато-фиолетовыми. Это не страшно. Вот они, это закалка своеобразная для этих семян помидор. И они останавливаются в росте, но они укрепляются корни. Прошло время, выросло там два-три листочка, мы свои помидоры начинаем пикировать. Помидоры как раз такая культура, которая при пикировке значит можно заглублять. Заглубляем до семи долей. Заглубляем до семи долей. И такие помидоры до дополнительной корни хорошо проживаются. Ну в дальнейшем после пикировки, проходит где-то неделя, помидоры можно подкормить любым сложным удобрением. Это может быть и тоже кристаллон, это может быть нитрофоска, азофоска, любое сложное удобрение. Вот столовая ложка на 10 литров воды. То есть доза должна быть очень маленькая. Почему? В начале своего роста растения очень слабо используют питательные вещества. И если дать большую дозу, это просто балластом останется в почве. Останется в почве почему балластом? Потому что растения еще не усваивают. Им надо чуть-чуть, как к тому маленькому ребенку. Еды надо чуть-чуть, поэтому не надо давать им сразу много удобрений. Раз растения не будут использовать все наши удобрения, которые мы внесли, значит эти удобрения постепенно будут повышать концентрацию почвенного раствора, оставаться в почве, что также нежелательно. Потом будем еще и еще, и поэтому мы можем добиться того, что наши помидоры от наших подкормок, от нашего усердия будут расти еще гораздо-граздо хуже. Многие огородники, как бы при посеве помидор, упускают некоторые важные моменты. Значит, что сорта высокорослые, поздние сорта, должны быть посеяны до 1 марта. Позже съесть их нет смысла. Это уже потеря промая урожая. Но опять же, если вы не хотите обрабатывать помидоры химией, значит вам надо сделать, чтобы рассада была еще более старшего возраста. Не такую, как советуют 70 дней, а рассада 100-дневная, 90-100 дневной. И вот такая возрастная рассада, значит делается при посеве в начале февраля месяца. Но зато в этих помидорах, которые вы посели в начале февраля месяца, к высадке в открытый грунт, значит имеется уже цветочная кисть у поздних сортов и даже уже есть яблоки у ранних сортов. Но а вот тут опять же многие огородники, имея такой забег в рассаде, начинают переживать. Рассада кручена, рассада кривая. И они начинают ее ложить на бок, там это самое, ложить на бок, присыпать землей. И что происходит? Рассада начинает, опадают все цветки, опадают залези и весь наш забег пропадает. А что необходимо делать? А вот в этом случае не надо смотреть на рассаду, какая она есть. Садить только вертикально. Но лунку делаем в форме воронки и оставляем где-то 15 сантиметров, 18 сантиметров от края воронки до верху. Высаживаем рассаду, наша рассада лежит, но она приживается. Мы видим, что она потом стала подниматься, проходит как бы неделя. В течение двух недель рассада наша вся поднимает, поднимает голову, но еще как бы не совсем она ровно лежит. И вот тогда только через две недели она не теряет ни завязи, ни бутонов не теряет. Мы начинаем засыпать эту воронку. Засыпаем полностью воронку с уровнем почвы, и значит мы сохраняем урожай. В этом случае такие великовозные рассады, что мы будем иметь? Уже помидоры, красные помидоры мы начнем собирать в июне месяце. Но советую просто, такой совет, что не увлекайтесь сортами, которые дают урожай за один раз, можно сказать, быстро созревающие, с единовременным созреванием плодов. Почему? Вот посадили вы такой быстро созревающий помидор, он до конца июня у вас уже отплодил, уже его нету. Лучше посадить на такой средний сорт, или который растянутый период плодоношения, и вы тогда будете свежие помидоры без всякой химии, без всяких обработок, и кушать и в июне, и в июле, и до середины августа. Вы соберете хороший урожай, и сохраните свое здоровье. Так что, если будете следовать нашим советам, смотреть наш канал, успех вам обеспечен.